Женщина-дирижёр Женщина-дирижёр. На сегодняшний день это уже очень распространено, на самом деле. И сложно это, трудно, тяжело сказать сложно, потому что удовольствие от этого большое я получаю. И, конечно, есть какие-то свои особенности процесса, но главным образом это большое удовольствие. Есть какой-то стереотип, что мужчина-дирижёр, ну, действительно, большинство дирижёров в мире – это мужчины. Наверное, это не зря, потому что какие-то лидерские качества, они присущи мужчинам, как правило. У нас и главы каких-то концернов, и бизнесмены – это всегда мужчины в большинстве. Но всё-таки каким-то образом это пришло в руки. Значит, что-то такое есть в этом. Как только люди самых разных профессий узнают, что я дирижёр, конечно, удивление, какой-то шок случается в большинстве случаев. Это правда, да. То есть, если надо удивить человека, можно сказать, что я дирижёр в этот момент. На самом деле, действительно, потому что это не распространено. Никогда не мечтала стать дирижёром. Никогда. Я занималась музыкой с самого детства. У меня фортепианное образование, я пианист. И, наоборот, я всё осмотрела с опаской, думаю, у нас же дирижёры вообще, что такое. Но как только я попробовала это, именно практическим путём. Вот первый мюзикл был в компании «Стойчий интертеймент кошки». И существует практика на Бродвее, что пианист, концертмейстер, артист, оркестр – он же ассистент дирижёра. То есть он дирижирует какое-то количество спектаклей. Я сначала категорически сопротивлялась, мне не нравилась эта идея в принципе. И английский наш музыкальный супервайзер Дэн, и русский музыкальный директор Алла Куликова, Алла Константиновна Куликова. Собственно, она мой первый учитель. Как раз они говорят, попробуй, попробуй, попробуй. И я вот решила попробовать всё-таки рискнуть. И я поняла, что это какое-то невероятное удовольствие. Мне очень нравится. Но если говорить именно про дирижёрскую профессию, то есть так, как существует мир мюзикла, это всё-таки немножко отдельный мир, а есть мир классических дирижёров. То есть учиться этому я продолжаю всё время. То есть я вижу каких-то замечательных дирижёров, или специально открою в какой-то момент YouTube и начинаю смотреть, кто как был. или живьём. Это всегда процесс безостановочный. И всё время что-то новое, новое, новое ищешь, какие-то приёмы. Потому что у каждого дирижёра свой неповторимый язык какой-то. Первым учителем, я ещё раз подчеркну, это была Алла Константиновна Куликова, которая просто ввела меня, просто нырнула я в этот мир дирижёрства благодаря ей. А так вот, ну сказать, что прям какой-то безоговорочный кумир, я не могу. Я всегда просто интересуюсь у всех мэтров великих, что-то ищу для себя такое, что мне интересно, что я могу взять, присвоить могу, то, что мне может пригодиться. Музыканты, которые приходят работать в мюзикл, они не проходят стажировку. Стажировка проходит какую-то практику именно руководителя музыкального проекта. Каким-то образом всегда перед любым новым проектом мы выезжаем в страну, где идёт этот мюзикл, смотрим спектакль, общаемся с местными творцами, так сказать, в этой стране. А на моём уровне, когда я была концертмейстером и пианистом, мы просто берём материал уже здесь, в Москве, поэтому стажировки никого не было. Просто под предварительностью чётких педагогов я этому училась, этому, можно сказать, ремеслу. Подготовка к любому проекту начинается заранее, берётся пьеса, но, как правило, на английском, но не всегда. И начинается процесс перевода, перевода песен, перевода пьесы, скрипта по-английски. И он очень такой непростой, очень интересный, потому что стилистика, всё-таки английский язык, он совсем другой. И то, что написано для английского языка, что в песнях, что в прозаических кусках, драматических, это всё совсем иначе звучит на русском. И вот мы ищем все вместе, большой командой, с переводчиком, с филологами, как это будет лучше звучать, шутки все работают или нет в нашей стране, допустим, что тоже является немаловажной частью продукта. Вот, перевод. Потом происходит кастинг артистов. В кастинге обязательно принимает участие зарубежная сторона, да, постановщики. Они всегда приезжают, и всегда мы вместе с ними выбираем какой-то костяк, да, трупы, и все-все-все роли согласованы. Каждый человек, он не случайно на этом месте. То есть это такой очень сложный процесс. Вот, дальше начинаются репетиции, действительно, сначала отдельно с артистами под фортепиано, да, мы потихонечку выстраиваем кусок за куском весь мюзикл, собираем его, собираем, собираем. Потом отдельно репетирует оркестр в параллель с артистами. И в какой-то момент это все соединяется на мероприятии под названием «Зитспроба», когда первый раз встречается оркестр и артиста. Это очень волнительно всегда и на таком подъеме, потому что звучит все совершенно иначе, конечно, чем когда просто играет пианист на всех репетициях, уже привыкают артисты к звучанию, а тут вдруг раз, и какой-то взрыв, просто эмоции происходят. Ну вот, да. Потом мы выходим на сцену после этой первой встречи, и начинается адаптация к сцене, потому что сценическое пространство, декорации – это совсем новые обстоятельства, да, нужно обжить спектаклет. И вот мы его обкатываем потихонечку, потихонечку он начинает жить своей жизнью и выходим в премьеру, и дальше уже в режиме ежедневного проката. Вы знаете, да, живой звук и репетиции. Мы отстояли эту систему, она к нам, к счастью, пришла во время кошек. Далеко не все страны имеют такую радость, как мы за час до спектакля мы встречаемся с оркестром обязательно, и что-то проходим, какие-то кусочки, потому что бывает первый состав оркестра, второй, да, всегда есть какие-то запасные люди, и всегда, не всегда работает только первый состав, да, иногда примешиваются люди из других составов, и мы сыгрываемся каждый день. Вот хотя бы на пять минут или это на полчаса, то есть официальное время полчаса, не всегда оно нам нужно, но это большая радость, что у нас есть эта возможность. Мы можем приглашать артистов на эти репетиции, это невероятно полезная вещь, которую мы держим вот уже в течение 13 лет и отставим на каждом проекте, чтобы нам эти полчаса оставили. Да, живой звук – это одна из самых главных особенностей компании Stage Entertainment, мы этим очень гордимся. Нам не все верят, и зрители действительно очень часто подходят и спрашивают, меня лично и ассистентов моих, как это так? Ну это же не может быть, чтобы пели артисты живьём так хорошо. Это действительно, опять же, очень сложная система, приезжают большие профессионалы звука, это всё отстраивается и озвучивается так, что артистам удобно петь на сцене, так, чтобы они не срывали свои голоса, и чтобы ежедневный прокат не травмировал их аппарат, и вместе с тем наставлял удовольствие зрителю. Это, конечно, уникальная система, и это здорово. Это живой звук, вот я заявляю, с полной ответственностью. И мы работаем с артистами тоже, но в режиме проката не каждый день, потому что и так нагрузка достаточно большая играть каждый день в спектакль. Но если мы видим, что где-то что-то страдает, мы контролируем, конечно же, чтобы всё было чисто на своих местах, мы назначаем репетиции артистам тоже, конечно же. Да, потому что дирижёр – это только одна из, так скажем, граней моей работы, потому что музыкальное руководство, оно включает в себя не только дирижение, а и спектакли. То есть я отвечаю за качество исполнения песен, за качество игры оркестра, то есть за массу каких-то других аспектов. И, естественно, кастинг – это большая отдельная история. Совет, ну, сложно, знаете, почему? Потому что каждый новый спектакль, он совсем другой, чем предыдущий, да? У него какие-то свои требования, свои особенности. И самый главный совет, который я хочу дать артистам, ни в коем случае не расстраиваться, если они не попадают в этот проект какой-то, да? Потому что это совершенно не означает, что они плохие артисты. То есть это настолько узкие какие-то ниши каждый раз, да, в которые мы набираем артистов. И это не означает, то есть нам могут очень нравиться артисты, они просто не подходят в конкретный мюзикл и всё. Вот самый главный совет – не терять веру в себя и не идти вперёд, и развиваться, потому что это главный ключ к успеху, мне кажется. Взаимодействие с артистами – очень интересная тема, потому что спектакль уже поставлен так, что люди должны, естественно, существовать на сцене, да, по мизансценам, по положению своего тела, но не всегда же они лицом направлены, допустим, ко мне по центру, да, вот я сижу в том месте, где я сижу. Именно для этих целей в зале висят два монитора, потому что в случае, если взгляд их направлен куда-то совсем в сторону, они могут краем глаза видеть меня на экране. И иногда это спасительно, потому что держать темпо-ритм, сетку какие-то… Ну, какие-то есть фишки, какие-то кучи их, на самом деле, конечно, которые требуют визуального контакта с дирижёром. Ну, я-то должна видеть артистов, это святое, это само собой, конечно. Да, и бывает какая-то связь, даже, так сказать, не обязательно нам глаза в глаза работать с артистами, да, бывает какой-то очень хороший контакт, когда мы чувствуем друг друга, то, что невозможно даже объяснить словами. Но мониторы нужны обязательно, конечно, и для солистов, для принципалов, как мы называем, и для ансамбля, просто для какой-то совместности. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я увлекаюсь сильно этим направлением, но, конечно, я знаю баттлы многочисленные, которые проходят, и Оксимирон, Фараон, Баста, естественно, ну, вот все, если говорить про российских, ну, их много, конечно, что-нибудь, и зарубежно, но не могу сказать, что я фанат, но я скажу честно, что даже песня, рэп, да, которая звучит в исполнении, приведении подземки в спектакле, задачи у нас были какие? Мы искали, мы искали, мы, естественно, слушали рэперов и стилистику, чтобы это было похоже как-то, но у нас задача, самое главное, опять же, в силу особенностей каких-то природных данных артиста, да, который играет эту роль, чтобы были понятны слова. Иногда, возможно, это происходит в жертву стилю, да, то есть бывает такое, я знаю, отзывы, ну, вот, не совсем похоже на рэп, да, может быть, но, во-первых, рэп тоже претерпевает массу изменений, есть там клауд-рэп, который сейчас популярен, допустим, да, вот как одно из течений, бывает, что рэп смешивается с другими стилями, и в этом нет какой-то проблемы, то есть у нас не было задачи четко держать этот стиль, и все, да, нам важно, чтобы зритель, сидящий в зале, понял смысл, и поэтому мы иногда в ущерб, возможно, стилю идем на какие-то компромиссы. Какие люди, которые, как вы, 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 как вы Мы работаем со звуком, мы работаем с музыкой. Бывает, что просто хочется тишины, и в этом тоже есть какое-то свое удовольствие. Концертмейстер, он же пианист, он только играет на фортепиано, аккомпанирует, его функция такая, да, или в оркестре пианист, который играет во время спектакля. А дирижер – это человек, который просто руководит этим процессом, да. То есть в данном случае я совмещаю. Есть такие мюзиклы, как «Мама Мия», «Зора», вот из тех, которые у нас шли уже. И сейчас «Привидение», когда дирижер совмещает эти две функции. А музыканты и руководители – это просто более общее понятие. Допустим, это надо придумать какие-то, нарезку из каких-то кусочков для какого-то рекламного ролика, нужно придумать какой-то контент для какого-то мероприятия, или, допустим, нас приглашают на телевидение с какими-то песнями. Это какая-то, ну, больше, гораздо функционал у этой должности значительно шире, скажем так. Я очень люблю Алана Мэнкина, должна сказать. Вот мюзикл «Русалочка», «Красавица чудовища» мне невероятно нравится, потому что он какой-то, ну, композитор чудеснейший совершенно, да, наш современник, мелодист, и, опять же, с ним работает замечательная команда, аранжировки, почему-то вот не устаёшь. Есть музыка, от которой не устаёшь. Ну, конечно, Андрю Луэтвебер о чём говорить. Есть какие-то мечты, чтобы у нас были поставлены какие-то спектакли, которые у нас ещё не шли, допустим. «Джиз Край Суперстар» хотелось бы, конечно. «Король Лев» очень хотелось бы из диснеевских проектов, чтобы у нас шоу, потому что спектакль замечательный и для взрослых, и для детей. Он и с историей чудесной, и с музыкой чудесной. Ну вот, вот эти, пожалуй. «Джиз Край Суперстар»